Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так далее Я знаю, мне нравятся контейнеры Британии и нравятся контейнеры Германии Потому что именно британские и немецкие тачки в этих контейнерах Действительно годные, действительно интересные Что касается всего остального, то я бы сказал, не совсем как обычно Здесь целых 30х5 на любые, ребят, тачки Что поможет вам прокачать какую-нибудь веточку, причем существенно поможет Ну и открытое все оборудование поможет вам сэкономить более 3 миллионов серебра Где-то в районе 3,5 лямчиков серебра вы сэкономить сможете Именно благодаря тому, что не будете тратиться на открытие оборудки В моем же случае он у меня в абсолютно обычном внешнем виде Ну как в обычном, одел то, что мне понравилось Легендарного внешнего вида у меня нет В отношении технических характеристик по тачке Все очень круто сбалансировано Кто-то сетует на низкий уровень брони в данной машине Но все-таки стоит помнить о том, что у него подвижность вполне себе нормальная И здесь в отношении скорости 36 вперед, но играется нормально В отношении скорости назад 16, что тоже вполне приемливо Не подставляйте свой нижний бронелист и в принципе все будет нормально Башня забронирована неплохо Что касается времени сведения и разброса Посмотрим в бою, но для тяжелого танка, который накидывает по 400 единиц урона Я считаю, что эти цифры вполне себе приемлемые и нормальные Что касается бронепробития 252 единицы более чем достаточно для того, чтобы играть против тяжелых танков у себя на уровне А выше уровнем просто никого нет Что касается голдовых снарядов То здесь, слава богу, подкалиберные, которые я очень сильно люблю На 320 единиц пробития Что существенно улучшает ваши шансы кого-то пробить Но будете накидывать на 60 единиц альфы меньше Стоит отметить, что очень крутой угол склонения орудия вниз Минус 10 в совокупности с хорошо забронированной башней И вот здесь вот за вот этими экранами Крутая приведенка Позволяет вам довольно-таки приятно и комфортно отыгрывать на неровностях Ну а время перезарядки в 8 с копейками секунд С учетом установленного оборудования Тоже добавляет комфорта Ну что, ребят, поехали Попытаемся посмотреть на что сегодня способен СуперКонь Ну что ж, друзья Давайте будем пытаться заценить машину Хотя у меня на канале уже достаточно, мне кажется Видео касающееся СуперКоня И машина мне действительно нравится Я давно о ней мечтал В свое время позволил себе ее все-таки купить И до сих пор об этом не жалею Что касается подвижности По подвижности машина для многих посредственная Но я считаю, что в этом есть определенный плюс Для, в частности, начинающих игроков Потому что залететь куда-нибудь как на пиране и Упороться на данной тачке гораздо сложнее А упарываться новые игроки в игре действительно любят Ну или, по крайней мере, у них это круто получается Что касается возможностей машины В отношении количества нанесенного урона И, в принципе, результативности по бою Вы действительно можете быть результативным Потому что у вас точное орудие Которое быстро перезаряжается Накидывает по 400 единиц урона Ну и, по большому счету, за 5-6 выстрелов Вы вполне спокойно выходите на цифру В 2,5 косаря нанесенного урона вашим соперникам Жаль, добрали Мне хотелось Ну да ладно Едем дальше Что касается того, о чем рассказывают многие Что это прям картон-картонный Нет, ребята, это не картон Стоит помнить о том, что да У него есть слабые зоны в корпусе спереди Это, безусловно, не тот же самый чифтейн МК-6 Но все же там тоже есть чем танкануть Что самое главное Это ни в коем случае не отворачивать от своих соперников башню Потому что пока вы смотрите на них прямо У вас есть крутая приведенная броня по щекам башни Ну и, соответственно, в башню в таком случае пробивать не буду Ну и напомню, угол слонения орудия вниз минус 10 Что позволяет вполне комфортно отыгрывать на данной тачке От каких-то неровностей Ну и, соответственно, за ними скрывать свою тушу Которую, да, действительно могут пробивать Нижний бронелист, как я вам сказал Действительно пробивается И расположен под таким углом Что выцелить его сложности не составляет Если же вы все-таки свою башню отворачиваете от соперников То понятное дело, что в этот жбан сбоку прилетает Но таких машин у нас, ребят, тоже достаточное количество Как на 10 уровне, так и в целом в игре Поэтому удивительного здесь абсолютно ничего нет Так, качнулся немножко на переезде на этом Ну и, соответственно, не получилось выцелить нижний бронелист Что касается комфортности игры В целом все комфортно, все классно Если вы никуда не торопитесь, никуда не спешите И хотите немножечко расслабиться в бою Сейчас докинем немножко урона Ну а там дальше, я так понимаю, скорее всего ВК добирать будет По крайней мере, потенциально должен это сделать Опередили ВК-шку, но не имеет значения Суть сводится к тому, что фраг не на моем счету А, у нас еще ПТ-ха завалялась где-то Ладно, поехали искать Почему бы и нет Не знаю, правда, где она могла деться С одной стороны ПТ-шка приехала С другой стороны я И в итоге И в итоге А, понятно Спрятался товарищ Спрятался под мостами Ну и, соответственно Никто не смог его заметить Но это не беда Сейчас приедем Доразберем Ну и, соответственно Будем смотреть Можно было бы сейчас адреналин подключить Но не хочу этого делать Для того, чтобы информация в отношении фарма Данной машины была более точной И не приходилось что-либо как-то отнимать В виде потраченной серебрушки На адреналин Либо на голдовые снаряды Голдовые снаряды за бой ни разу не пригодились И, как вы видели Соперники были вполне себе досягаемы Для моих базовых снарядов В отношении того, чтобы пробить соперника Или выцарить какие-то серые зоны Коих тоже у соперников хватало По количеству нанесенного урона Не знаю, блин, откуда он взялся Но целых 3400 В общем, менее 2500 урона На данной машине Вы потенциально вывозить не будете Ну, правда, если будете играть так Чтобы, как я уже сказал Не упарываться Ну и, соответственно Не сливаться первым Из своей команды Вы не должны продавливать направление первым Вы должны ехать вторым Танком Ну и, соответственно Вот рядом с кем-то Помогая ему Будет у вас успех Что касается серебра Это не фармер Это десятка Чисто для фана И она может фанить Если вы поймете Саму машину Что касается результатов То они на ваших экранах 40000 без према И чуть больше с прем-аккаунтом Ну а что касается моих результатов в команде То бодрое первое место Хочу похвалить наших союзников За то, как круто они отыграли За то, что составили мне компанию в этом бою Ну а что касается наших соперников То хочу похвалить их За стойкое поведение в бою И достойный отпор нам Хоть его и не хватило Для того, чтобы одержать победу Но ребята сражались Красиво Честно И достойно Нашей похвалы В виде лайкосика Что касается приобретения супер коня Ну безусловно не всем по карману Но если вдруг вы ищете себе Какую-нибудь десяточку То почему бы и нет Довольно неплохой вариант Не стоит сравнивать его Напрямую с чифтейном МК6 Или допустим С той же самой пираней Потому что это все Машины очень похожие по орудию В отношении ТТХ Но в отношении манеры игры Танки все-таки Довольно-таки разные Поэтому если вдруг у вас есть чифтейн Или есть пиранья То супер конь тоже Может прийтись вам ко двору Я пошел снимать следующее видео Специально для вас А вы друзья мои Подписывайтесь на этот канал Переходите по ссылкам в описании Чтобы посмотреть на супер коня В других катках Посетите два других моих проекта Посвященных Майнкрафту И вообще любым другим играм Ну и обязательно жду вас На прямых трансляциях На всех трех каналах Мира вам друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»